Ни в коем случае не нужно уговаривать человека для себя что-то хорошее сделать, потому что среднестатистический дятел устроен так, что когда начинаешь его уговаривать, тогда он начинает активно сопротивляться. Потому что все хотят, чтобы к ним проявляли внимание, все хотят, чтобы их просили что-то сделать, неважно для себя, или для тебя, или для кого-то еще. Все хотят, чтобы пришли к ним, попросили сделать, ну я не знаю, ну может быть, ну как-то потом. И вот все хотят, чтобы постоянно-постоянно-постоянно уговаривать, потому что люди среднестатистический дятел от этого получают огромное удовольствие. Когда вы прекращаете их уговаривать, они как-то огорчаются, поэтому они хотят, чтобы вы их постоянно уговаривали. Поэтому лучше сказать, что, ну да зачем тебе надо такой геморрой вообще, на тренировку ходить, не подумаешь там, здоровый будешь, ну кому надо здоровый? Выпил он ее, таблеточку с аптеки, и все будет нормально. Вот, и еще, 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 еще раз повторюсь, самое главное, это пример. Потому что если люди видят, что у вас все хорошо, что у вас жизнь идет как положено, что вы прекрасно выглядите, намного лучше своих ровесников, что у вас намного больше энергии, что вы больше пользуетесь популярностью своих ровесников, или каких-то уважаемых людей, у вас там деньги водятся постоянно, выездить на приличной машине, значит, у вас есть что-то, вот, какие-то заслуги в обществе, чему нет у большинства, вот, то, значит, естественно, как-то на позознательном уровне человек тянется. Он спрашивает, а что, в чем дело? Ты говоришь, ну, знаешь, ну, на самом деле все очень просто. Свежая голова, вот, свежая голова может собретать хорошие идеи, свежая голова видеть дальше своего носа, когда ничего не болит в организме, когда чувствуешь себя замечательно, то сразу понятно, что к чему, и как-то само получается, что вот в жизни все вот замечательно происходит, все вот положено. Вот, и вот это еще немного может людей мотивировать. Вот эти все, там, голые задницы, картинки в интернете, мотиваторы, демотиваторы, их уже столько дофига, что они могут замотивировать человека сходить на одну-две тренировки. Ну, как правило, это через два месяца заканчивается, это в лучшем случае через два месяца. Значит, пойдет, повпахивает и бросит. Вот, поэтому, и еще, кстати, большинство людей, которые мотивировались этими картинками, даже если они каждый день часами смотрели эти картинки, даже если они перед каждой тренировкой смотрели свой любимый ролик со Шварценеггером, даже если они думали, что все эти красавицы, грудастые, в общем, с круглыми задницами, повесятся им на шею после того, как они накачивают пресс, вот, то они потом становятся разочарованными, потому что они думают, что ж такое-то, я жму 150, а вот как-то вот мне не вешается на шею никто. Что ж это делать? У меня-то кубики на прессе есть, но он как-то за мной никто не бегает, вот. Вот, потому что это все фигня. На самом деле, потом эти люди упадают в очень глубокую депрессию, потому что они думают, есть ли что-то такая категория людей, которые считают, что когда они накачаются, то к ним выстроятся очереди с продюсерами, начнут предпогратием контракта, значит, сняться в каком-то голливудском боевике, еще где-то, еще где-то. Ну, на самом деле, максимум, куда годятся эти люди, это, значит, танцевать стриптисту пожилых дам и у богатых геев, значит, дома. Вот это единственное, на что они потом годятся, потому что мотивация, мотивация, нормальная мотивация, здоровая мотивация, это когда вы мотивируете себя к тренировкам, не для того, чтобы это стало способом зарабатывания денег для вас, а для того, чтобы вы себя прекрасно чувствовали, чтобы вы хорошо выглядели, чтобы у вас была свежая голова и чтобы у вас были здоровые гены, которые вы сможете передать своим детям. Вот так вот все просто. Если вы мотивируете себя идиотскими немотиваторами, то потом получается, что вы сами себя обманываете. Я не люблю обманывать вообще никого, и сам себя тем более обманывать не люблю. Поэтому не думайте, что когда вы накачаете пресс, накачаете бицепс, и к вам прям толпа красавиц побежит. Толпа красавиц к вам не побежит. Толпу красавиц... В общем, красавиц нужно будет завоевывать другими методами. Этого еще нужно научиться немного общаться. Поэтому, что касается тренировок, я всегда говорил, что тренировки – это одна часть, одна такая небольшая часть, фундамент, на котором держатся все остальные части разной личности. Потому что личность нужно развивать комплексно. Если вы не готовы развивать пока другие качества, развиваются пока что физические качества, остальное все, ну не знаю, может быть, потом ступнет вам в голову, может быть, потом дойдет вам, потому что все-таки развивать личность должна комплексно. Но в любом случае, если вы здоровы физически, если у вас свежая голова, это лишнее не будет. Конец связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok